МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы сыграем одну из финальных площадок «Политические бои». До этого в феврале прошло 15 площадок, 15 отборочных игр, на которых выступили 110 лучших игроков. Из лучших, уважаемые эксперты, благодаря вашей помощи, мы отобрали лучших 24 игрока, 24 спикера и оратора, которые претендуют на звание победителя дискуссионной площадки «Политические бои». Сегодня мы сыграем одну из финальных площадок. В полуфинальных площадках всего будет три полуфинала и один финал, который состоится 19 апреля. Прежде чем приглашать наших спикеров и ораторов, я хочу представить наших экспертов, которые работают сегодня с нами. Мы благодарим, что Лилия Николаевна Маврин нашла свое время и выделила нам в своем плотном графике. Лилия Николаевна Маврин, депутат Государственного совета Республики Татарстан, секретарь Государственного совета Республики Татарстан. Ваши аплодисменты. С нами сегодня Толчинский Леонид Григорьевич. На правах хозяин, на правах того, кто обеспечивает и помогает нам с площадкой. Благодарим также компанию «Универ ТВ» за помощь в организации трансляции. С нами постоянный эксперт проекта Гатаулин Георгий Шамгунович. Ваши аплодисменты. Также с нами сегодня помощники депутата Государственной думы. Это помощник депутата Государственной думы Белобородов Виталий Дмитриевич. Ваши аплодисменты. И выпускник проекта, помощник депутата Государственной думы Барьева Марат Мансуровича Шабалин Кирилл. Ваши аплодисменты. Также сегодня с нами победитель проекта, выпускник проекта, что нам очень отрадно, это Хафизов Рустем. Ваши аплодисменты Рустему. Итак, мы начинаем. И прежде чем объявить тему первого раунда, я хочу представить тех бойцов, тех политических ораторов, которые сразятся сегодня здесь. Итак, ваши аплодисменты. За первую трибуну я приглашаю Быкова Наэля. Наэль, прошу. За вторую трибуну я приглашаю Сальмушева Марата. За третью трибуну Урматова Альберта. И за четвертую трибуну Хузеева Марата. Итак, тема первого раунда сформулирована следующим образом. Будущее благотворительности от импульса к культуре. Что же необходимо сделать? Какие ваши мнения, идеи и мысли? Итак, прошу, минута стартует для вас. Наэль. Всем добрый день. Рад вас всех видеть. Хотелось бы начать, что на протяжении столетней истории благотворительность и милосердие определяло широкую культуру, русскую культуру. Но, к сожалению, времена изменились. Стало уходить в прошлое значение, а также доверие к благотворительным фондам. Здесь, на мой взгляд, главная проблема состоит в менталитете человека, сложившегося за 20 лет, а не в какой-то материальной значимости человека. Сегодня именно поэтому мы слова благотворительности связываем с махинациями, с использованием средств не по назначению. Именно поэтому сегодня необходима реконструкция нравов и возвращение традиционных черт, которые присущи русской культуре. Какие меры стоит принять? Первое. Стоит проверка всех благотворительных фондов для выявления и ликвидации тех фондов, которые занимаются махинациями. Второе. Второе представление обществу большой информации о мотивах и задач благотворительных фондов. У меня все. Спасибо. Спасибо большое. Аплодисменты. Марат, что думаете вы? У вас ведь большой опыт общественных проектов. Прошу. Добрый день. Я считаю, что благотворительность не очень популярен сегодня в широких массах населения. На мой взгляд, на это есть несколько причин. Причина первая. Это неблагоприятная экономическая ситуация в стране. Вторая. Это отмывание денег через благотворительные фонды. И третья. Это инсферированная культура, в принципе, занятие благотворительностью в нашей стране. Сейчас можно наблюдать уже позитивные достаточно тренды. В федеральных каналах постоянно организовывают различный сбор средств. Наши правительства постоянно оказывают гуманитарную помощь для многих стран. И также люди сами рассказывают в социальных сетях об этом. Уважаемые участники жюри попросили привести свои примеры. В 2016 году мы запустили акцию «Чисто озера» по очистке непосредственно озера Малочуково. Моя жена создала «Я дарю жизнь» такую акцию для недоношенных детей. И я считаю, что для того, чтобы исправить ситуацию, нужно начать обязательно с себя и прийти к этому. Спасибо большое. Аплодисменты. Альберт. Стоит отметить, что благотворительность достаточно многогранна. Много кто жертвует от смс. Есть всякие различные фонды. Есть крупные предприниматели, общественные деятельности, которые тоже делают свои проекты. Если говорить про смс, то, конечно же, это импульс. То есть если мы увидели по телевизору то, что какой-то болеет ребенок, и достаточно много людей, это порядка 68% по исследованиям отправляют это деньги. То есть это такая импульсная поддержка. Если говорить про крупных, допустим, частных предпринимателей, общественных деятелей, то они делают свои проекты. И они эти проекты выводят в моду, скажем так. Они создают моду на те проекты, которые делают разницу в мире. И поэтому, я считаю, для того, чтобы это стало культурой, необходимо освещать эту проблему. То есть говорить об этом, показывать на своем примере через средства массовой информации, то есть через соцсети. И тогда это перейдет от импульса уже к культуре. Спасибо большое. Айнур, вам слово. Добрый день. Неблагодарность не была бы столь необыкновенную, если бы благотворительность была разборчивее. На мой взгляд, эта фраза как нельзя лучше отражать положение благотворительности в ряде стран, в том числе Российской Федерации. В Российской Федерации, как правило, 70% благотворительности идет от фондов, соответственно, является корпоративной. В результате этого есть случаи, когда благотворительные фонды преследуют сугубо коммерческие цели и вызывают этим недоверие населения, а порой даже отторжение. На мой взгляд, импульсом к благотворительности является все то, что происходит в мире сейчас, сколько нуждающихся людей. В то время как, если говорить про благотворительность как культуру, то мы должны абстрагироваться от благотворительности в словарном смысле и понять то, что это гораздо более объемлющее понятие. Ибо сейчас благотворительность звучит как нечто сверх нормы, а сверх нормы никогда не станет нормой жизни, а значит не станет частью культуры. Спасибо большое. Итак, такие небольшие короткие выступления, которые ваши тезисы вы сможете раскрыть на раунде Блиц. Блиц вопросов от команд поддержки. Итак, команда поддержки Быкова Наиля. Да, прошу. И микрофон. Вы задаете вопросы для Сальмушева Марата. Добрый день. Какие, на ваш взгляд, ключевые основные тренды в секторе благотворительности вы могли бы сейчас отметить? То есть куда больше всего сейчас денег уходит? Кто куда? Спасибо. Если опять-таки обратиться к этим федеральным каналам, сбор средств происходит, помощь людям, родителям, которые не могут оплатить лечение непосредственно на своих детей. Мы это видим постоянно в лифтах, по телевидению, постоянно идет сбор. То есть это где-то может даже негатив вызывает. То есть это в принципе помощь именно простым людям, на мой взгляд. Спасибо. Каким путем экономические кризисы могут влиять на благотворительность? Когда человек не может обеспечить себя, свою семью, просто покушать, куда-то сходить, он не может помогать другим. Мне кажется, не счастливый человек не может делать счастливым другим. Здесь у меня такая позиция. Какие меры необходимо предпринимать сегодня в России, чтобы сформировать общество неравнодушных людей, готовых помогать? Ну, как я сказал, начать с себя. Все начинается с себя. Я пришел к этому, я сначала тоже не понимал, для чего этим заниматься. Но когда вы попробуете, вы поймете. Главное, чтобы это было от души и с чистым намерением. Спасибо большое. Аплодисменты. Итак, группа поддержки Марата. Прошу ваши вопросы для Альберта. Добрый день. Добрый день, Альберт. Вопрос к вам. Что вы думаете про отмывание денег через благотворительные фонды? Я думаю, это нехорошо. Хорошо. Следующий вопрос. Занимались ли вы сами благотворительностью или какими именно? Да, то есть, ну, вот, каждый год, наверное, примерно, там, я бываю там жертву по смс. Это вот импульсная благотворительность бывает, там, ну, в год, наверное, до 5000 рублей. И несколько лет назад у нас был опыт, мы с ребятами, с единомышленниками участвовали в одном проекте и собирали деньги на аппараты для искусственного дыхания. То есть мы должны были собрать порядка 800 тысяч рублей. У нас там, это на протяжении месяца был проект, но собрали порядка 300 тысяч рублей. Еще такой вот провокационный вопрос. Как вы считаете, почему Следственный комитет Российской Федерации не провел расследование по громкому делу Навального? Он вам не демон на возможность отмывания денег через благотворительные фонды? Этот вопрос лучше задать представителям Следственного комитета. Хорошо, спасибо. Спасибо за ответ. Спасибо большое. Итак, вопросы от группы поддержки Альберта. Да, прошу, микрофон. И для Хузеева Марата. Марат, какие способы прививания культуры благотворительности вы бы могли предложить состоятельным людям и бизнесменам? С состоятельным людям и бизнесменам? Ну, самым, я считаю, лучшим способом является, конечно же, приучать это с детства. Поэтому выделять деньги на прививание детей в школьном возрасте, я считаю, является приоритетным направлением. Спасибо. Вопрос, навеянный трагическими событиями в Кемерово. Какие способы борьбы с желанием нажиться на трагических ситуациях, сборах после трагических ситуаций вы можете предложить? Ну, какие-нибудь точечные разовые меры, я считаю, будут не совсем эффективными, ввиду того, что все-таки, я считаю, это идет от культуры. Поэтому здесь, я считаю, нужны более фундаментальные методы, которые будут рассчитаны на более долгосрочную перспективу и изменение, коррекция культуры именно в этой области. Потому что не только в Кемерово подтверждается этот инцидент, но и практически во всех инцидентах такое присутствует. Немножко уточный вопрос. Как вы думаете, государство должно вмешаться в эти сборы? После Кемерово столько мошенников появилось, люди поверили, на эмоциях поверили и начали перечислять деньги в помощь пострадавшим. Государство должно вмешаться в эти сборы или нет? Я считаю, что было бы наилучшим решением помочь государству. Во-первых, государство само должно помогать. Во-вторых, касательно благотворительности, то государственные фонды были бы наиболее надежным инструментом касательно данной проблемы. Ну и, конечно же, мы не можем отвергать частные пожертвования и частные фонды, которые направлены. Многие из них преследуют именно благие цели. Нельзя их отвергать, нельзя лишать их возможности, давая собирать деньги только государству. Поэтому проверка, разумеется, нужна, должна быть усилена, я считаю. Спасибо. Последний вопрос. Можете ли вы назвать имя, фамилию человека или название организации депутата Госсовета Республики Татарстан, который в этом году выдвинут как кандидат на премию ТУКАЯ по меценатству? К сожалению, нет. Латфула Шифигулин. Спасибо, буду знать. Спасибо большое. Аплодисменты. Итак, группа поддержки. Марата. Да, хорошо. И вы задаете вопросы для Наиля Быкова. Наиль, добрый день. Мой вопрос заключается в том, как вы оцениваете нынешнее состояние института добровольчества в России и, в принципе, благотворительности. И, если можете, как вы считаете, нужно ли развивать данный институт, учитывая положение данного института в других странах? И, соответственно, как вы относитесь к корпоративной социальной ответственности и так далее? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я бы хотел бы начать то, что я положительно к ним отношусь. Ну, если приводить пример той же самой Америки, то лично у них разные предприятия сертифицированы. То есть они, можно сказать, из предпринимательства уходят в благотворительность. Тем самым они выходят за рамки своей деятельности, тем самым привлекая инвестиции к своим фондам. Спасибо. А как вы считаете, есть ли какие-то возможности для института благотворительности в условиях цифровизации вообще процессов, цифровизации экономики? Какую корреляцию вы видите между вот этими двумя направлениями? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, я бы хотел начать то, что, к сожалению, нынешним законом никак не запрещены благотворительные сборы на тех же самых улицах. А также существуют лжеволонтеры, которые собирают средства и пользуются их не по назначению. Потому что если люди, которые вносят благотворительный фонд свои средства, они должны понимать, кому они вносят. То есть вы видите именно в совершенствовании прозрачности благотворительности. Да, верно. Спасибо большое. Аплодисменты. Уважаемые эксперты, есть ли у вас вопросы к нашим участникам? Да, Георгий Шамгунович. Вот слабое звено наших политбоев, я все больше и больше убеждаюсь в этом. Вы лучше из лучших. Очень мало конкретников. У вас общие фразы. Подчас банальные. Вы уходите от действительно раскрытия темы очень серьезной, глубоко. А вы это можете делать. Скажите, вот мы все жители нашей республики. Какие значимые, социально значимые, большие, на которых ориентируются другие регионы, у нас благотворительные фонды есть в республике? Прошу, Альберт. Ну и потом, Олеги. Самый известный фонд, который я знаю постоянно, встречается он, и бывает, что мы тоже помогаем ему. Это фонд Анжелы Вавиловой, который создал ее отец после трагической смерти, то есть ее дочери. И достаточно, это очень большой фонд уже, теперь они делают очень много хороших дел, и они молодцы. Хорошо. Марат? На самом деле, Татстан, как и во многих других отраслях благотворительности, преуспевает и является, наверное, одним из ведущих регионов. Поэтому прежде всего перечислю такой вот религиозный, как фонд Закет. Потом есть сугубо татарский ярдэм, а также нельзя не назвать благотворительный фонд Анжелы Вавиловой, который уже сказал оппонент. И благотворительные фонды, которые направлены на помощь детям, это радость детства и луч света. Это основные, самые большие фонды. Спасибо большое. Сальмышев, Марат? Я хотел бы как раз по своей рассказать. Инициативная группа «Я дарю жизнь», которую мы создали, провели концерт «Максимилинцы», достаточно много артистов было приглашено. Собрали около 600 тысяч рублей, полмиллиона рублей, если там смотреть. То есть много локальных, я что хочу сказать, много локальных таких инициативных групп, которые не слышны. Я бы хотел патенту тему, чтобы на них тоже обратили внимание, потому что большие фонды, да, это хорошо, что люди знают, но многие люди не знают о таких фондах, в принципе. Поэтому в этой позиции я считаю, что как раз нужно создать такие небольшие. То же самое облагоустроить свой двор. Все ходят, ругаются, что двор у них там облагорожен мусор. Это понятно. У меня вопрос по большим республиканским каким-то, за доказательные фонды. Ячейку Лиза Аллард, я как-то с ними общался, тоже обосточно очень… Спасибо. Спасибо. Прошу, Нель. Я бы хотел сразу привести. Это первый фонд Анжела Вавилова, второй это Добра Казань, и третий фонд, он, конечно, не республиканский, он российский. Это фонд продовольствия. Туда не обязательно как-то перечислять средства, достаточно просто какой-то материальной помощи. Спасибо. Почему-то никто из вас фонд возрождения Свияжской, Болгар, почему-то… Никто вас не назвал. Ну ладно, он Зававилова спасибо, но это же один из самых мощных фондов. Посмотрите, во что превратился Свияж и Болгары. Это только благодаря этому благотворительному фонду и Ментимеру Шариповичу Шаймиеву, естественно. Хорошо. Рустем, да. Да, вопрос четвертому спикеру Марату Хузину. Вот вы говорили, вы делили такую проблему, как 70% благотворительности в руках фондов. То есть благотворительность становится такой имиджевой и сугубо корпоративной, если угодно, бизнесовой историей, скажем так. Вот сейчас также прослеживается действительно, как упомянуто было, в одной из групп поддержки цифровизация и глобализация экономики. Это в частности видно и на примере благотворительности. Вот Русфонд организует свои акции по сбору, хоть и по телевидению, буквально за несколько минут. Не видите ли вы путем решения данной проблемы непосредственно создание такого электронного мегарегулятора, платформы, которая бы стояла над всеми фондами, распределяя средства, а за фондами оставили бы только исключительно полномочия перепроверки просьб и истории на достоверность, исключение мошенничества. То есть как возможно без вмешательства государства урегулировать вот этот вот рынок благотворительности на предмет отсутствия мошенничества и со стороны фондов прежде всего, и со стороны непосредственно нуждающихся, якобы нуждающихся мошенников. Спасибо большое за такой интересный вопрос. Да, прошу, Марат. Интересный объемный вопрос. Касательно того, что решить проблему путем контроля всех фондов единой платформы, конечно, на первый взгляд проблема — это решить проблему. Но опять-таки я считаю, что такой серьезный проект, а проект действительно серьезный, требует проработки усилия. Конечно, одним из возможных решений, безусловно, да, является. И я считаю, что это помогло бы. Но, как и говорил прежде, я считаю, что непосредственно, кроме цифровизации, кроме контроля, важно работать над культурой населения. И когда культура населения, когда население будет стремиться отмыть деньги, грубо говоря, через фонды, то пути обхода, они будут находиться всегда в любом законе, в любом фонде, в любой структуре. Поэтому вот такое предложение я бы сказал, что это будет хорошим проектом, но наряду с работой над культурой населения. Спасибо. Спасибо. Да, вопрос еще. Завершаем дискуссию на этом вопросе. У вас вопрос ко всем участникам. У вас во всех выступлениях прозвучала такая проблема, как использование благотворительных фондов для различного рода финансовых преступлений, отмывания денег, махинаций и так далее. Что с этим делать-то все-таки? Как от нее избавляться? Прошу. Наиль, Марат. Прежде всего, я бы хотел отметить три важных фактора для улучшения этого. Первое. Это, как я говорил ранее, это проверка всех фондов для выявления и ликвидации тех фондов, которые занимаются махинациями. Второе. Это представление благотворительных фондов населению больше информации, больше информации об их задачах, какие у них морали, какие у них нормы. И, конечно же, каждый год и в течение года они должны населению давать отчет, какими путями и как были потратены эти средства. И третье, конечно же, это разработка новых технологий для сбора благотворительных средств, а также популяризации этой деятельности. Спасибо. Марат. Действительно, есть такие примеры, когда отмывали деньги, то же самое, когда ножанов риска собирали, там в итоге достаточно большая сумма. Конкретно что же делать? Я считаю, что нужно ввести блокчейн, например, как один из вариантов в больших фондах, чтобы можно было проверить. Потому что это действительно, я считаю, что эффективная мера, она уже вводится в каких-то госструктурах на каких-то уровнях экономических, как я знаю. Но по поводу проверки, я бы, наверное, считаю, что проверки могут отпугнуть многих, и поэтому здесь нужно очень аккуратно. Хорошо. Альберт? Ну, во-первых, то есть в моем выступлении не было такой проблемы, я об этом не говорил, но все же, то есть… Нет, нет, я не говорил. Вообще, то есть, тут же в чем проблема, да, получается? Почему, то есть, создаются вот эти мошеннические организации? Потому что люди, то есть, видят импульс, видят, им показывают больного ребенка, люди туда отправляют деньги. То есть, соответственно, как раз у нас такой вопрос, то есть, как перейти от импульса к культуре. Нужно переходить к культуре, то есть, нужно об этом больше говорить. Вообще, вот я в своем выступлении уже начал, был об этом рассказывать. Нужно сделать это популярным. То есть, если сейчас посмотреть, то люди, даже у меня есть знакомые, которые, они занимаются там благотворительностью, в какой-то фонд, то есть, даже дают деньги, но об этом никто не говорит. Это как-то вот, ну, не принято об этом разговаривать. Потому что вдруг, если я скажу то, что я занимаюсь благотворительностью, это неправильно. А если посмотреть на зарубежный опыт, то там как раз-таки это уже как бы на уровне культуры. И когда я говорил про тех крупных предпринимателей общественных деятельностей, вот фонд Рыбакова, к примеру, да, то есть, у них там отличный проект Стилтех, вот они как раз-таки через СМИ популяризируют, то есть, эту тематику. И вот так мы сможем решить эту проблему. То есть, если мы перейдем от просто импульса к культуре, для этого нужно больше... Спасибо. Марат? Прежде всего, решение проблемы мне видится в том, чтобы контролировать, прежде всего, регистрацию фондов. Это самое начало. И далее здесь не бояться такого времени, как контроля со стороны государства. Именно в этой отрасли я считаю, что государство имеет право, полное право контролировать. Еще одним хорошим решением, я считаю, конечно же, это популяризация с помощью медиатехнологий, распространение информации. Также это интеграция в разные организации, чтобы доставлять информацию о благотворительных фондах населению. Ну и прежде всего, ну и еще, наверное, было бы хорошим решением присутствие нескольких таких больших государственных фондов, которые были бы своего рода монополиями. Спасибо. Лидия Николаевна. Спасибо. У меня вопрос к каждому из участников. Как известно, в благотворительности две стороны. Это благотворитель и те, кто обращается за помощью. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, каждое ли обращение должно быть удовлетворено, или здесь необходим какой-то контроль за обращениями? Могут ли быть здесь какие-то, ну тоже вот псевдо-просьбы? То есть вот мы сейчас говорили о том, что фонды надо проверять на предмет чистоты деятельности. А надо ли проверять обращающихся? Прошу, Наиль. Спасибо за вопрос. Я хочу сказать, конечно же, стоит. Потому что, ладно, одно проверять фонды, да, они занимают свои деятельности, они анализируют те, получается, те запросы, которые к ним приходят. И я считаю, что, конечно же, стоит также анализировать те поступления, которые приходят в эти фонды. Спасибо. Марат. Из своей практики, как мы отчитывались, когда обращались за помощью, и мы были волонтерами, мы наставили на том, что мы будем каждую копейку, все чеки, все купленное, все это в социальных сетях выкладывать, чтобы люди видели, для чего это используется. То есть, я думаю, надо реально, конечно, нужно проверять и смотреть, для чего нужна эта помощь, потому что, действительно, вот пример с Кемеровой — это яркий пример этого. Спасибо. Альберт. Ну, я хотел бы, конечно, сказать так, то, что проверять, наверное, всех все же не получится. Но если мы как бы уйдем туда, то, что нам надо обязательно всех проверять, ну, тогда у нас будут проблемы для благотворительности. То есть, мы как бы пытаемся сделать одно лучшим, то есть, мы испортим немножко здесь. Поэтому, говорю же, нужно переходить от импульса именно к культуре, и об этом нужно просто больше говорить. Есть уже специализированные фонды, то есть, которые этим занимаются. Если у нас будет культура именно помогать людям и сделать это и на постоянной основе, я думаю, у нас вообще не будет такой проблемы, то, что будет необходимость проверять всех, кто нуждается в помощи. Спасибо. Марат, есть ли что добавить? Да, есть добавить. Соглашусь полностью с предыдущим спикером насчет культуры. И я от себя добавлю, что, безусловно, наверное, проблемы обращающихся — это даже большая проблема, чем самих фондов. Потому что именно столько частных случаев происходит мошенничество, когда обращаются лица, которые на самом деле не нуждаются в помощи. Поэтому касательно помощи медицинской, я считаю, можно было бы в перспективе наладить механизм обращения самого здравоохранительного утверждения, какой-нибудь фонд от имени пострадавшего, от имени нуждающегося. Спасибо. Спасибо большое, Леонид Григорьевич. Комментарий? Я хотел одну короткую такую реплику. Резюмей. Ну, резюмей я уж не один. Знаете, что смутило, тем более, вот отвечая на большую достаточно группу вопросов, вот я услышал, что благотворительность сегодняшние бойцы понимают исключительно в материальном разрезе. Вот это очень смущает. Вот в свое время у первого президента сегодня вспоминали, у него была такая полушутя, он говорил, знаете, вот муж собирается домой из дома на работу, жену не поругался, уже совершил благотворительность. Вот умение делать добро, вот более широкое трактование того, как ты можешь творить благо, оно как-то вот не прозвучало. Я с своей стороны вот демонстрирую пример благотворительности, видите, я не задаю ни одного вопроса, не материальный пример, а материальный, несмотря на то, что вы все-таки очень разные, вот я обещаю каждому поставить по четверке. Спасибо. Спасибо большое. Итак, мы на этом завершаем дискуссию. Аплодисменты. Провожаем наших спикеров в зал, мы будем готовить следующий раунд, а пока идет подготовка к следующему раунду, мы с вами перейдем к голосованию и оценим выступления наших участников. Уважаемые эксперты, я прошу вас проголосовать первыми. Итак, за первой трибуной был Быков Наиль. За первой трибуной Быков Наиль. Первая трибуна – это вот первая от меня, и ваши оценки 3-4-4-4-3-3-4. Благодарю вас. А за второй трибуной был Сальмушев Марат. 5-5-4-4-5-5-5. Спасибо большое. За третьей трибуной был Урматов Альберт. Прошу ваши оценки для Альберта. 5-5-4-4-4-4-4-5. Благодарю вас. И завершал этот раунд. За четвертой трибуной был Хузеев Марат. Ваши оценки для Марата. 4-4-4-4-4-4-5-4. Благодарю вас, уважаемые эксперты. И сейчас идет голосование залу. Уважаемые зрители, прошу вас, командой поддержки, проголосовать. Лайком или дизлайком, понравилось или не понравилось вам выступление наших спикеров и ораторов. За первой трибуной был Быков Наиль. Ваши оценки для Наиля. Счетная комиссия. Прошу вас посчитать голоса. Благодарю. Сальмушев Марат был за второй трибуной. Благодарю. За третьей трибуной был Урматов Альберт. Благодарю. Ваши голоса учтены. И за четвертой трибуной был Хузеев Марат. Все. Благодарим вас. Голоса учтены. Итак, пока представлю тему второго раунда. В тему второго раунда мы сформулировали следующим образом. Молодежь в политику. От лозунга к действиям. Какие конкретные социальные лифты необходимы молодежи? Что же необходимо сейчас? Потому что много говорится о том, вот у нас нет социальных лифтов, мы не видим, как проявить себя, нет возможности. А какие конкретно возможности-то необходимы? О чем конкретно должны задуматься государства, частный бизнес, корпорации? Вузы. Какие конкретно необходимы те возможности, чтобы молодежь сегодня, сейчас в Татарстане, в России, чувствовала себя комфортно и реализовывалась здесь, сейчас у нас, благодаря тем конкретным возможностям и социальным лифтам, политическим лифтам, ну или культурным, я не знаю, общественным лифтам. И нужен ли этот лифт? Может быть и лифт-то и не нужен. Может быть, зачем нажимать кнопку на лифте, когда можно самим забраться по ступенькам? Что же выберет современная и сейчас современная молодежь сегодня? Быстрый лифт или планомерное взбирание на свою гору политического, там, социального, общественного признания? Что же необходимо сегодня современной молодежи? Мы попробуем поразмышлять с ребятами, спикерами, ораторами сегодня на эту тему. Итак, я хочу пригласить за трибуны в рамках второго раунда следующих игроков и ораторов. Первая трибуна – Замалиев Булат. Ваши аплодисменты для Булата. За второй трибуны – Мубаракшина Аделя. Аделя, прошу вас, вторая трибуна. За третьей трибуны – Сэфуддинов Арслан. Ваши аплодисменты для Арслана. И за четвертой трибуны – Ямаледдинов Айнур. Айнур, прошу вас, четвертая трибуна. Итак, правила те же, одна минута, прошу ваши мысли. Здравствуйте. Молодежь в России – это большая и растущая сила. Она является носителем инновационного пути развития для нашей страны. И, конечно, очень важно развивать институты, которые позволят самореализоваться молодежь, в том числе и в политическом пространстве. Соответственно, здесь следует отметить традиционные институты социального лифта, которые уже существуют. Это образование, армия, семья. Относительно новым же является такой институт, как общественное объединение. Неотъемлемым элементом проектной деятельности таких объединений зачастую является не только совместная работа молодежи над проектом, но также и образовательная часть, которая позволяет создать для молодежи условия для самосовершенствования. Нельзя не отметить и социальные сети, конечно. Сегодня мы видим реальные примеры, когда социальные сети становятся рупором, через который люди заявляют о себе, создают сообщество вокруг какой-то проблемы или ее решения. Хорошим примером является Олеся Александрова, помощник президента Республики Татарстан. Также сегодня в условиях цифровизации нашей жизни, цифровизации экономики, генерируется огромное количество необработанных данных, которые начнут обрабатываться в ближайшие годы через технологии искусственного интеллекта. И, соответственно, мы получим полезные знания о нашей молодежи, об индивидах и отобрать наиболее перспективных, наиболее талантливых. Меритократия, она скоро наступит. Спасибо большое. Спасибо, аплодисменты. Аделя, что думаете вы о будущих социальных лифтах? Какие они? Мне бы сегодня хотелось поговорить прежде всего о движении молодежи именно в политику. Сегодня наиважнейшим социальным лифтом для молодежи, которая хочет двигаться в политике, является молодежная общественная организация. В основном они создаются самой молодежью и направлены на решение конкретных задач. Но государство не остается в стороне. Оно всячески субсидирует, организует различные программы для молодежи. Также организовываются различные структурные подразделения. То есть это Министерство образования, Министерство науки, Министерство по делам молодежи и прочее. Тем не менее мы имеем ряд проблем, которые необходимо рассмотреть именно в рамках этого вопроса. Прежде всего, это то, что молодежь до 18 лет сейчас неосведомленно ее использует в качестве политической силы. Все это мы увидели благодаря событиям 26 марта. Молодежь от 18 лет пренебрегает своим избирательным правом, то есть своей гражданской позицией. И также то, что нынешняя власть не до конца представляет интересы молодежи. Возможно, не в том ключе, в который самой молодежи хотелось бы преподнести свои интересы. Спасибо. Спасибо большое. Аплодисменты. Арслан, у вас есть одна минута. Заострите свое внимание на конкретных социальных лифтах. Добрый день, уважаемые жюри, коллеги. Тема молодежной политики на сегодняшний день довольно актуальна. Объясняется это тем, что молодежь является основным источником инноваций в политической и других сферах. От развития молодежи зависит конкурентоспособность региона и страны в целом. Для реализации амбициозной и талантной молодежи нужна благоприятная среда. Собственно, такой средой могут быть проекты. Такие проекты уже есть. Это «Лидеры России», к примеру. Это часть открытой платформы «Россия – страна возможностей». И такие республиканские конкурсы в нашем регионе, как «Политзавод», собственно, и «Кадровый резерв» и другие. Данные проекты помогают выявить талантливую молодежь, создать для нее социальные лифты, благодаря которым состав государства обогащается новыми кадрами. Наметилась хорошая тенденция, ее нужно развивать. Но при этом необходимо также делать акцент на молодежь в селе, ведь они очень ограничены в выборе лифтов. К примеру, какой-нибудь Андрей хочет подняться в реальную жизнь, и ему приходится пользоваться единственным социальным лифтом, как армия. Больше там ничего нет, к сожалению. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Аплодисменты. Айнур, что думаете по этому вопросу? Молодежь в политику. Радует, что в Татарстане данный лозунг имеет не только формальный характер, но и активно воплощается в жизнь. Статистика наглядно демонстрирует то, что в Татарстане 79% молодежи активно участвуют в мероприятиях молодежной политики. По данному показателю, Республика Татарстан занимает первое место среди всех регионов России. Такому высокому уровню заинтересованности молодых людей в политике способствует большое количество общественных молодежных организаций, через которые молодые активисты могут реализовать свои потенциалы и свои идеи. К примеру, можно привести молодую гвардию Единой России, проект ВЕР и молодежный правительство Республики Татарстан. Однако существует проблема в том, что молодежь недостаточно осведомлена и имеет малый опыт и малый багаж знаний в области политической сферы. Данную проблему я предлагаю решать с помощью введения дополнительных курсов, лекций и мероприятий, направленных на решение, на повышение политической грамотности. Отличным примером является деятельность таких проектов, как политзавод, кадровый резерв. Они позволяют молодежи проявить свою активную политическую позицию. Спасибо большое. Благодарим вас. Итак, уважаемый зал, сейчас есть возможность у вас помочь вашим коллегам, спикерам раскрыть свои тезисы и позиции. Итак, группа поддержки Булата. Прошу вас, ваши вопросы для Адели. Здравствуйте. Как вы оцениваете успешность работы политических партий по работе с молодежью? Какие заслуги и недостатки вы можете выделить на данный момент? Вы знаете, это одна из наиболее наболевших проблем. В связи с тем, что у нас недавно прошли президентские выборы, мне кажется, ваш вопрос как раз таки характеризует всю эту ситуацию. У нас молодежь, вообще процент явки молодежи на выборы категорически мал. Отчего? Да потому что большинство просто не знает, какой кандидат какую программу предлагает. Поэтому я считаю, что политическим партиям нужно вести более обширную организационную деятельность, не только в узких кругах, не только в каких-то общественных организациях вроде молодой гвардии, а вообще для молодежи, которая далека от политики. То есть на данный момент это не очень успешная деятельность? Да, я считаю, что не очень успешная. Спасибо. Следующий вопрос. Как вы считаете, достаточно ли в Российской Федерации нормативно-правовых актов, регулирующих интеграцию молодежи в политическую деятельность? Насколько я знаю, на данный момент вообще отсутствует какой-то нормативный акт, который бы регулировал деятельность молодежной политики. Хорошо, понял вашу позицию. И последний вопрос. Вы, как представитель молодежи, можете ли отметить какие-либо инструменты социального лифта, которые помогли непосредственно вам? Вот привести примеры. Да, конечно. Например, после окончания школы первое, куда я попала, это Лига студентов. До школы социальным лифтом для меня явилась организация «Салят». Ну а сейчас я участвую в проекте «Полезавод». Спасибо. Спасибо большое. Итак, группа поддержки Адели, вы задаете вопрос Арслану. Прошу, микрофон. Какие из существующих проектов молодежных вы считаете самыми эффективными для, ну как социальный лифт молодежи в политику? Ну вообще, хотел бы сказать о проекте «Лидер России», в ходе которых было подано около 18 тысяч заявок, и это все демонстрировалось на всю страну буквально. То есть люди могли смотреть на реальные моменты, что каждый желающий может подать заявку. Если он этого действительно желает, он может добиться успеха в том, к чему он стремится. Продолжая тему «Лидеры России», может вы назовете фамилии из Татарстана, кто у нас в финал вышел в этом конкурсе? К сожалению, я ознакомился с этой информацией, но это было давно, и сейчас я его не назову. Вот раньше молодежь, которая работала на предприятии, через комсомол выходила в общественную деятельность республики страны. А как сейчас? Есть какие инструменты? Или их нет? Если нет, то какие нужно предприятия? Именно на предприятиях, да? Именно на предприятиях, да, чтобы для них был лифт в общественную жизнь, политическую жизнь. Но это вообще правкомы создаются, то есть от правкома ты можешь выразить свою мысль, можешь сказать свое слово, тебя выслушают. И все. Ну, по-вашему все. Ну, повторите вопрос, я, может быть, аргументирую. Какие инструменты есть для социального лифта рабочих на предприятии, именно молодых кадров? Вообще, те же проекты, которые создаются, они могут участвовать в том числе и в политзаводе, в кадровом резерве. Это тоже такой значительный социальный лифт. Многие здесь присутствующие являются предпринимателями и тоже работниками разных отраслей. Спасибо большое. На этом мы завершаем. Итак, идем дальше. Группа поддержки Сафуддинова Арслана. Вы задаете вопросы для Айнура. Здравствуйте, спикеры, эксперты. Мой вопрос. По вашему мнению, какое образование необходимо иметь молодому человеку, стремящемуся в политику? Профессиональное, управленческое или специализированное? В зависимости от сферы, где они хотят работать. Поясню. Например, если это министр здравоохранения, то он должен иметь медицинское образование и некий опыт работы. Безусловно, образование очень важно. Но во вторую, но не маловажную очередь, важны компетенции человека, который хочет занять. Допустим, если говорить о министре здравоохранения, то, естественно, он должен понимать, он должен разбираться в своей сфере. А об уровне специалист это, либо магистр, по-моему, это не очень приоритетно. Спасибо. Второй вопрос. Как бороться с тем, что люди, получившие доступ к государственно-управленческим ресурсам, пользуются личным положением, продвигая родственников, друзей в политике и в бизнесе? Формировать список родственников, ближайших друзей, допустим, политика, и как бы запрещать им работать под его ведомством, чтобы он не мог их посадить под себя. Ну, такие списки уже, насколько я знаю, есть, если я не ошибаюсь. Спасибо. И последний вопрос. Может ли молодежь начать строить свою политическую карьеру, вступление в партию? И на ваш взгляд, смогли бы вы? Безусловно, вступление в политическую партию является, как бы, весомым шагом для вступления в саму политику, в политическую жизнь страны. Спасибо. Спасибо вам. Большое аплодисменты. На этом мы завершили Блиц. А, вам не задали вопросы. Секунду. Итак, группа поддержки Айнура. Вы задаете вопросы для Булата. У нас остался один спикер без Блиц вопросов. Прошу. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Какие организации направлены на продвижение молодежи, вы знаете? И на что конкретно направлена их деятельность? Как она помогает молодежи? И считаете ли вы их деятельность эффективной? Спасибо за вопрос. В масштабах Республики Татарстан у нас действует достаточное количество таких организаций. Одна из которых — это Республиканское общественное объединение молодежи с сельских территорий, АМОРТ, Ассоциация молодежи на объединение Республики Татарстан. Они занимаются непосредственно созданием социальных лифтов для в том числе сельской молодежи через различные проекты. То есть ведут проектную деятельность. Также это Академия творческой молодежи, в рамках которой создаются большое количество образовательных проектов. Как я упоминал, это очень важно для того, чтобы обеспечить более эффективную социальную мобильность для молодежи. Спасибо. Еще один вопрос. Следующий вопрос. То есть вы считаете, что достаточное количество уже существует таких организаций или нужно создать новые? И вопрос в том, лучше создавать новые или улучшить деятельность старых? И в чем недостатки старых организаций? Давайте я заострю вопрос. И способны ли организации сейчас, сегодня, молодежные, представлять интересы всей молодежи Республики? Ведь это без малого более чем 200 тысяч человек. Я понимаю, конечно, но у нас есть пример. Это Лига студентов, как раз-таки согласно уставу которой участниками являются все студенты вузов, находящихся на территории Республики Татарстана. Знаете ли все студенты вузов о Лиге студентов? Вопрос в том, готова ли она представить актуальные инструменты сейчас? Да, я хотел продолжить. Конечно, какую-то часть тех вопросов, которые касаются студентов, причем достаточно острых, они могут покрыть, конечно. Но касаемо уже каких-то отраслевых, в том числе для чего необходимо ОМО и РТ? Для того, чтобы как раз-таки защищать интересы сельскою и молодежи. Потому что необходимо проектное управление на местах, когда люди понимают проблемы, понимают инструменты, которые помогут людям продвигаться в том или ином какой-то профессиональной отрасли. В случае политзавода тут выстроены инструменты для того, чтобы помочь людям именно войти в политическую жизнь Республики. Соответственно, и образовательная часть построена относительно данной цели. То есть, касаемо вопроса о том, что достаточно или нет, тут надо обратиться к статистике, соответственно, провести некоторый социологический опрос, потому что недостаточно лишь предложить. Необходимо понимать, сколько людей в принципе заинтересовано, сколько людей проявляет активность в этом вопросе, и, соответственно, после этого уже делать вывод относить того, достаточно их или нет. А по поводу улучшения работы, конечно, улучшать работу всегда надо. Нет такой точки, когда предел достигнут. Спасибо большое. Уважаемые эксперты, есть ли у вас вопросы? Да, Кирилл? Вот у меня такой вопрос, даже точнее цитата, высказывание мое. Вы говорите о малой информированности, но если вы хотите стать политиком или добиться успеха, то вы сами должны найти себе лестницу, искать ее постоянно и добиваться своей цели. И второе, нужно ли находиться, участвовать в общественных организациях со всеми наравне, да, то есть быть членом одной общественной организации или другой. Или же все-таки нужно пытаться создавать свои проекты, свои идеи, то есть показывать свой уровень организации, организаторских своих навыков и так далее. То есть нужно ли свое делать или просто наравне со всеми участвовать в общественных организациях? Да, прошу. Кто был первый, Арслан? Отвечу на второй вопрос. Опыт участия в общественных организациях будет полезен для того, кто хочет реализовать свои проекты. То есть он может посмотреть на других людей, что они предлагают, посмотреть, какие проблемы вообще исследуются этой организации. Ну и по этой проблеме составят, собственно, свой проект. Дальше он уже может идти как бы соло, представлять свой проект на такие площадки, как Политзавод. Спасибо. Аделя? Хочется начать с первого вопроса. Вот в этом-то и разочарование в том, что если ты хочешь идти в политику, ты сам должен ходить, искать, выискивать. Ну, понятно, что пытаться, но этот путь, он, знаете, как будто вот среди зарослей, за занавесом. Он не так открыт, как хотелось бы. Хотелось бы видеть конкретные пути в виде практик, я не знаю, но на данный момент этот путь очень-очень и очень тернист. По поводу второго вопроса... Очень непросто. По поводу второго вопроса. Участие молодежи в данных организациях повышает их социальную мобильность. Нельзя просто ворваться, так скажем, на эту площадку и диктовать свои условия. Нужно посмотреть на эту сферу, как она работает. Может, какие-то люди подскажут, как лучше сделать для того, чтобы твоя идея была реализована. Потому что свою идею можно реализовать и на таких площадках, которые были озвучены ранее. Тот же политзавод, та же Лего-студент. Спасибо большое. У кого есть еще мысли, да? Ну, касаемо информирования молодежи, я хотел бы привести пример Федерального агентства Росмолодежь, который имеет свою информационную систему, в рамках которой она представляет собой агрегатор всех проектов, конкурсов, почти всех проектов конкурсов, общественных объединений. То есть это очень важно для чего? Для того, чтобы как можно больше людей узнало вообще о наличии таких проектов. Потому что это повышает как уровень конкуренции, и, соответственно, в конечном итоге мы получаем более компетентные кадры, так и, соответственно, в целом это хорошо для всей ситуации политической. Касаемо второго вопроса о том, что необходимо ли участвовать в различных общественных объединениях, тут вопрос, как мне кажется, не может быть дан однозначно, так как все зависит от того, насколько компетенен человек и какое направление у общественного объединения. То есть, в принципе, человек может участвовать сразу параллельно в нескольких, если это не мешает эффективности, то есть вопрос эффективности. То есть, поэтому касаемо регуляции, например, если говорить о регуляции какой-либо, я считаю, что мы не должны регулировать. Спасибо большое. Лидия Николаевна, у вас вопрос? Да. Отвечу как раз на второй вопрос, про то, что участвовать либо в общественных организациях, либо самому продвигать. Я вижу общественные организации как? Это площадка, где каждый участник может реализовать свой проект как раз-таки через это общественное объединение. Ведь что есть общественное молодежное объединение? Организация. Это есть… Там в любом случае есть опытные люди, которые наставники, которые стояли на истоке этого объединения, и которые более компетентны в вопросах, чем ты. То есть, они могут поделиться с тобой опытом, помочь тебе продвигать твои проекты, познакомить тебя с нужными людьми. И никаких минусов в том, чтобы состоять в таких объединениях, я не вижу, кроме плюсов. Спасибо. Спасибо большое. Далее. Спасибо. Уважаемые участники, у меня два очень таких практических вопроса. Скажите, пожалуйста, участвуете ли вы в настоящий момент в деятельности какого-либо молодежного общественного объединения? Это первый вопрос. И второй. Есть ли у вас уже на сегодня какие-то политические успехи, реализованные политические проекты? Спасибо. Да, прошу, давайте тогда по очереди начнем с вас. С меня. Спасибо за вопрос. Интересный вопрос. И очень интересно мне будет ответить. Как говорил, уважаемый эксперт, можно вести также и собственный проект. То есть, в данный момент я участвую в общественной организации, автономной коммерческой организации, которая является руководителем проекта, как раз таки направлен для информирования сельских жителей, сельской молодежи через информаты, которых установлен в программном обеспечении, чтобы сделать максимально доступным все информационные ресурсы, которые имеются сегодня для молодежи. И, соответственно, это отвечает на первый вопрос. Касаемо второго вопроса, какие-то есть ли политические успехи. Ну, в рамках данного проекта мы начали общение с мусульманским районом в республике Татарстан, который очень заинтересовались этим проектом, предложили внедрить его по всем районе в рамках пилота. И я оцениваю это, конечно, как политическое, такую свою победу, потому что, так или иначе, это хоть и орган местного самоуправления, который, в принципе, не является государственной властью, но, тем не менее, это так или иначе какая-то администрация и какой-то начал моего пути. Спасибо. Спасибо большое. Прошу. Аделя? На данный момент я не являюсь членом какой-то общественной организации, но за спиной несколько проектов в рамках Лиги студентов. То есть, был один проект, связанный с патриотизмом, который мы продвигали на протяжении трех месяцев для повышения патриотизма у молодежи, в том числе и у школьников. А на данный момент в рамках этого проекта мы продвигаем свою законопоправку по вопросу трудоустройства молодежи. Спасибо большое. Каким образом продвигаете поправку? Участвуем непосредственно в конкурсе, уже защитились. Они ее представили на суток с тестом. Пытаемся быть услышанными на сегодняшний день. Прошу вас. Арслан. Спасибо за совет. Что касается первого вопроса, то я не участвую в каких-либо организациях, а участие в проекте «Политзавод» — это мой первый дебют, так сказать, в политике. И в рамках этого проекта, собственно, мы реализуем свои идеи и проекты. Вот у нас был… Мы формируем свои законопроекты, то есть поправки, какие мы хотим поправить. Ну и, собственно, скоро меня тоже будет прослушано. У коллег уже было, видимо. Вот, надеюсь, продвигаться. Все, будет хорошо. Спасибо большое. Прошу вас. Айнур. На данный момент я являюсь членом Молодой гвардии «Единой России». И также я являюсь заместителем руководителя по просветительской части в таком проекте, как «Кибердружина». Его курирует Академия творческой молодежи. Она направлена на профилактику сети интернет от всякого экстремистского и противоправного контента. Все. Спасибо большое. Спасибо. На этом, я думаю, мы будем завершать наш раунд и проводим наших спикеров аплодисментами в зал. Прошу вас. Благодарим вас за плодотворную дискуссию. И, уважаемые эксперты, прошу вас проголосовать и оценить выступления наших участников. Итак, за первой трибуны был Замалиев Булат. Ваши оценки для Булата. За первой трибуны был Замалиев Булат. Ваши оценки для Булата. 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Спасибо большое. Спасибо большое. За второй трибуны была Мубаракшина Аделя. И представляла свои тезисы. 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 4. Спасибо большое. За третьей трибуной был Сайфуддинов Арслан. Ваши экспертные мнения и оценки для Арслана. 4, 4, 5, 5, 5, 4, 4. Благодарю вас. И за четвертой трибуной завершал этот раунд Ямаледдинов Айнур. 5, 4, 4, 5, 5, 5, 4. Благодарю вас. Итак, уважаемый зал, сейчас время для вашего голосования. Итак, за первой трибуной выступал Замалиев Булата. Оцените лайком или дизлайком выступление Булата. Голоса учтены. За второй трибуной была Мубаракшина Аделя. Ваши оценки для Адели. Голоса учтены. За третьей трибуной был Сайфуддинов Арслан. Ваши оценки для Арслана. И завершал этот раунд Ямаледдинов Айнур. Ваши оценки для Айнура. Благодарю вас. Голоса учтены. И сейчас, пока мы готовимся к третьему раунду, я готова объявить итоги первого раунда. Итак, в раунд финала проходят следующие игроки. Это Сальмушев Марат и Урматов Альберт. Ваши аплодисменты. Пока напомню правила третьего раунда. Третий раунд это раунд импровизации, где участники не знают заранее тем, а не вытянут их из данных белых конвертов. Уважаемые спикеры, я прошу вас не вскрывать данные белые конверты до того, пока не придет черед для вашего выступления. Регламент остается таким же до одной минуты на ваше выступление. Прошу вас быть лаконичными, прошу выражать вашу точку зрения, потому что иногда нам интереснее послушать не статистику, не общие фразы, нам интересно послушать ваше личное мнение. И пускай оно будет открытым, ведь есть такая площадка, где мы можем высказываться открыто, пускай оно будет интересным и креативным, и носить будет конкретный, может быть, практический характер, если это является темой социального лифта. Потому что интересно слушать предложения, интересно слушать мысли. И интересно нам, это же в первую очередь обратная связь, потому что как не здесь, как на площадке политических боев, мы сможем услышать интересные от вас идеи, и, может быть, реализовать их в следующих молодежных проектах. Итак, мы готовы объявить еще двоих счастливчиков, которые пройдут в раунд финала, и это будут следующие игроки. Это Мубаракшина Аделя 26,7 балла и Ямалельдинов Айнур 25,7 балла. Итак, пока мы готовимся, еще раз напомню правила этого раунда. В этом раунде, помимо раунда импровизации, который будет отличаться тем, что темы неизвестны, также спикеры получают возможность задавать вопросы друг к другу, задавать вопросы, комментировать вопросы по всем четырем темам, которые будут в этом раунде. Итак, также объявлю результаты прошлых двух спикеров. Сайфуддинов набрал Арслан 23,8 балла и Замалиев Булат набрал 23,3 балла. Таким образом, у нас есть полностью вся четверка игроков, которые сыграют в этом финальном раунде, и сейчас я их готова уже объявить. Итак, я хочу пригласить за первую трибуну Сальмушева Марата. Прошу, Марат, первая трибуна для вас. За вторую трибуну Урматова Альбертов. Альберт, ваша вторая трибуна. За третью трибуну я хочу пригласить Мубаракшину Аделю. Аделя, прошу вас. И за четвертую трибуну Ямалельдинова Арс Айнура. Айнур, четвертая ваша трибуна. Скрывайте конверт. Марат, не томите нас. Какая у вас тема? Что вам досталось? Цена обмана уроки фейс-ньюса. Фейк-ньюс. Фейс. А, простите. Фейк-ньюс. Фейк-ньюс. Пускай хорошо будет фейк-ньюс. Действительно, очень много сейчас фейковых новостей. И сложно оценить правдоподобность той информации, которая у нас поступает со всех контактов. Инстаграм, телеграм, социальные сети. То есть, действительно, в данный момент я считаю, что как раз мы живем в то время, когда мы больше потребляем информацию. И очень важно развивать непосредственно тот фильтр, который проходит через нас. И это опять-таки к тому, что нужно развивать себя, нужно расширять свой кругозор, разбираться во многих темах. Потому что то же самое, пример с Кемерово, когда в соцсетях запустили информацию, что умерло более 300 человек. Блогеры с Украины, которые звонили в морг и сообщали о том, что мы везем еще 300 человек. Это ужасно, это просто, я не представляю, это мужчина, который потерял всю свою семью. Поэтому здесь важны очень фильтры и следить, конечно, здесь очень важна роль государства, я считаю. Спасибо большое, Альберт. Что же у вас? Аплодисменты, Марату. Заменит ли киберспорт реальный спорт? Интересный вопрос, конечно, но киберспорт никогда не сможет заменить обычный спорт, потому что это совершенно разные вещи. Киберспорт на самом деле сейчас становится тоже уже очень популярным. Собирают там 100-миллионные бюджеты и миллионы долларов, то есть призовых фондов. У меня даже среди друзей есть ребята, которые занимаются именно этим профессиональным. Но то, что делает обычный спорт, вообще на что нацелен спорт, то есть выявить лучших, то есть посмотреть, насколько вообще у человека, каких результатов может достичь каждый человек. То есть все страны собираются, соревнуются, и там борьба идет за каждую долю секунды. То есть вот это как было уже несколько тысяч лет назад, как это началось с Олимпийских игр, так, я думаю, это и будет продолжено. И они просто, я думаю, эти два спорта будут развиваться параллельно, но один другой заменять, конечно же, не будут. Спасибо, аплодисменты. Аделя, какая тема для выступления у вас? Атлас новых профессий, какие они профессии будущего? Интересно, да, поговорить о будущем сегодня. Ну, мы знаем, что большинство профессий уже были заменены технологиями. То есть следует ожидать и таких веяний, что большинство нынешних функций, которые выполняются людьми, в том числе и на производстве, будут заменяться машинами. Какие же будут новые профессии? Вы знаете, я думаю, что возрастет процент работающих в сфере психологии, потому что мы живем во время стресса, когда каждый день человек испытывает невероятный стресс, с ним надо как-то справляться. Также какие профессии будущего? Наверное, аналитика будет расти, но это мое мнение, потому что нужно уметь анализировать ситуацию для того, чтобы проектировать будущее. Ну и, пожалуй, все, спасибо. Спасибо большое, аплодисменты. Айнур, о чем поговорим с вами? Момент. Российская наука, будущее в надежных руках. С одной стороны, да, ведь на данный момент мы видим, что очень большое количество российской молодежи, российских школьников, студентов занимает большое количество призовых мест на разных мировых олимпиадах, на разных мировых конкурсах. Но в то же время стоит проблема утечки мозгов в Израильской Федерации. Недавно видел социологический опрос, где порядка 50% будущих выпускников вузов, ведущих вузов страны, изъявили желание уехать в другие страны, покинуть Россию вследствие того, что они недовольны качеством предоставляемой работы и уровня предоставляемой оплаты. Также и качество жизни. И становится понятно, что для того, чтобы прекратить утечку мозгов, России нужно развиваться не только в сфере образования, повышать уровень, но и развиваться повсеместно в сфере экономики, в сфере качества жизни и в сфере социальной жизни общества. Все, спасибо. Спасибо большое. Аплодисменты. Итак, уважаемые спикеры, у кого есть вопросы друг к другу? Марат, вы были первым. Прошу, ваш вопрос. Первый вопрос Айнуру. Я хотел спросить, недавно подняли зарплату работникам науки. На какую сумму подняли зарплату и будет ли это действенным инструментом? Безусловно, это один из критериев успешной работы, успешной жизни, поскольку материальная составляющая нашей жизни очень важна. Но конкретно не смогу сказать про цифры, но недавно вышла поправка для поправка механизма оплаты рабочих в сфере госслужбы. И там сейчас, допустим, за звание… Мы говорим о научных кадрах? Да, я скажу о звании кандидата наук. Для кандидатов наук такая надбавка к окладу как 1,5% всего лишь. А для кандидата наук она будет составлять 2%. Спасибо. Дальше вопрос, Альберт. У меня, конечно, 2 вопроса. Один вот к Марату, один к Аделе. То есть начну с Марата. Вы сказали, что нужно расширять свой кругозор, а так как у нас СМИ, то есть, скажем так, есть правительственные, есть оппозиционные. То есть какие каналы бы вы еще порекомендовали, чтобы кругозор все-таки расширился? Не только у нас было 2 вещания. Что читать и что смотреть, что рекомендуете. То есть и правительственные. Что еще? Конечно, спасибо за вопрос. Важно как раз, как я сказал, именно сделаю упор на фильтровать. Нужно и все-таки знакомиться с альтернативными вопросами. Альтернативными СМИ, скажем так. Что читать и что смотреть? Что читать? Я думаю, хорошая медуза достаточно. Как одно из… Те же самые телеграм-каналы, конечно, нужно проверять. Потому что то СМИ, которое вещает только по телевизору, но это мало. Нужно все-таки, чтобы развиваться всесторонне, нужны разные каналы. Медуза, телеграм-каналы. Еще в чем рецепт успеха? Медуза? Ну, реально время назвал бы бизнес онлайн, так же я считаю. Спасибо. Следующий вопрос. И, Адель, вот такой у меня вопросик был. Ты говорил, что профессии будущего, вот твоих гипотетически будущих детей, куда бы ты все-таки… Вот если рассматривать сегодня, вот, допустим, у тебя стоит такой вопрос, то, что нужно детей отправлять куда-то на учебу, куда бы ты вот с сегодняшнего дня порекомендовала им идти. Мне кажется, не секрет будущего вообще за IT-технологиями. Так что мы и детей будем отдавать уже в эту сферу. Хорошо, спасибо большое. Давайте дадим возможность, да. Адель, она говорила о том, какие профессии возникнут в будущем, а какие исчезнут, которые сейчас существуют. Те, которые сейчас есть на производстве, то есть тот труд, который минимально связан с интеллектом и максимально делается руками на производстве, то есть то, что можно заменить машинами. То есть это какие-то счетные операции? Профессии дворника останется или нет? Думаю, что останется, как же без душевных дворников. То есть останутся только творческие профессии? Или все-таки только творческие профессии? Нет, почему не только творческие профессии, связанные с интеллектом, а как же наука, а научные деятельности, деятельность вообще. Или учителя, как машина может обучать ребенка. Спасибо большое. Давайте Аделье теперь зададим вам возможность задать вопрос. Да, у меня вопрос к первому спикеру и к последнему. Вот тема фейк-ньюс, да, вы говорили о том, что нужно создать некие фильтры. А где эти фильтры? Где та грань, когда мы воспринимаем новости как хорошие и как плохие? И по ситуации с Кемерово. То есть вы говорили о том, что был вброс информации. Но здесь ведь тоже ситуация, только не с одной стороны рассматривается. Почему народ поверил в эти цифры? Вот в чем вопрос. Почему он поверил? Потому что у государства есть такая привычка не договаривать что-то населению. И в каких-то экстренных ситуациях минимизировать жертвы и потери. Оттого и доверие населения как бы теряется, и фейковые новости становятся более актуальными. Ну, я не призывал опять-таки запрещать, либо нет, я сказал просто фильтровать. Какие фильтры? Фильтры всегда прощаются к первоисточнику, всегда есть первоисточники. Потому что многие просто вбивают информацию в Google и смотрят первые сайты, которые вылезают. Все-таки есть официальные источники государства, есть официальные СМИ. Нужно смотреть на это по поводу вброса. Я тоже где-то соглашусь с тобой, Адели. Нужно перепроверять каждую информацию. Я тоже не говорю, что возможно столько людей не умерло. Это не факт. Действительно нужно критическое мышление тоже иметь, потому что это позволяет нам опять-таки расти и тоже понимать. Просто это действительно очень инструмент, такой достаточно может быть действием в руках злоумышленников. Второй вопрос. Второй вопрос. Как вы считаете, уровень науки в России и за рубежом, какой коэффициент эффективности и достаточно ли хорошая платформа для развития науки в нашей стране? Сложный вопрос. Про коэффициент не могу сказать, но я считаю, что раз наши специалисты могут уехать и приспособиться за рубежом, то у нас как бы высокая довольно платформа для обеспечения их образования. Как бы высокий уровень образования и у нас присутствует для тех, кто желает. Но она недостаточно высокая для того, чтобы эти студенты умы не уезжали. Это скорее не уровень образования, а уже вот качество жизни, я говорю же, и другие факторы, которые влияют на это. Спасибо. Хорошо. Уважаемые эксперты, есть ли у вас вопросы? Да, Рустем. Два небольших вопроса, с вашего позволения. Первый вопрос Марату. Вот действительно борьба с фейковыми новостями, с поддельными новостями, с массовой дезинформацией чаще всего связана с резким ограничением анонимности, а анонимность является гарантом качества дискуссии. Вот уверен, кто-то из рядом сидящих, уважаемых экспертов, все-таки ведет свой анонимный канал и сливает инсайды в татарский телеграмм. Вот. И в связи с этим вопрос… Сейчас будем думать, кто это, а не думать об итогах игры. И вот в связи с этим вопрос, в частности, те, кто следит за техническими новостями, за технологиями, знают и в курсе, что Facebook, оказывается, фильтрует переписку пользователей, личную частную переписку в своем мессенджере и просто-напросто на автоматическом уровне специальный робот не отправляет, удаляет те сообщения, которые считает плохими. Опять-таки это на фоне истерии с выборами в США. И вот в связи с этим вопросом, как не допустить качка этого маятника со стороны анонимности в сторону резкой повальной цензуры. И второй вопрос, с вашего позволения, Айнуру, вот, в частности, о развитии российской науки. Ходит информация, что будет отдельное Министерство науки и технологий. И, по вашему мнению, на чем данное министерство федеральное должно быть сосредоточено? Так, кто готов первым начать? Да. Спасибо, Рустан, за вопрос. Я тоже действительно думаю, а как? Потому что мы знаем, завтра состоится суд, будут рассматривать дело Телеграма. И ведь вот эта ситуация, которая возникла вокруг этого мессенджера, сейчас как раз об этом. ФСБ требует передать ключи шифрования. Павел Дуров говорит, этих ключей шифрования нет, потому что мессенджер работает по системе peer-to-peer, когда сообщение переходит от одного телефона к другому. И при этом Конституция Российской Федерации дает нам право анонимности, сохраняет нашу конфиденциальность, тайны переписки. Поэтому действительно этот вопрос, я думаю, здесь необходимо сохранять ту золотую середину. И я считаю, что вот вопрос с Телеграмом во многом будет определять в будущем, потому что запрещать, я думаю, это не тот метод, который будет решать. Те же самые террористы, они будут использовать другие мессенджеры. Поэтому, безусловно, здесь нужно искать золотую середину. Спасибо. Да, прошу вас. Айнур. Насчет Телеграма сначала скажу. Вот действительно там же система то, что от пользователя к пользователю идет информация, и ни на каких серверах она не задерживается. Теоретически, если она, допустим, задерживается, то что мешает Телеграму, не вводя информацию наружу, не знаю, это возможно, либо нет, внедрить в саму компанию Телеграм орган какой-нибудь, создать там орган, который будет состоять, допустим, хотя бы из сотрудников ПСБ. Ну, это так уж сказано, чтобы они, не выходя из компании, не выводя, так скажем, ссоры из избы, там уже занимались фильтрацией и отслеживанием каких-то террористических пабликов и прочего такого. И касательно вашего вопроса. Да, я думаю, но если будет создано какое-то профильное министерство, которое будет заниматься вопросами образования технологий, то оно должно следовать вслед за тенденциями и должна заниматься новыми IT-технологиями, инновационными технологиями и делать упор на них. Да, Аделия, комментарий. Я хочу пустить вопрос в зал просто для осмысления, потому что очень много было сегодня сказано по поводу Телеграма. Да, понятно, что терроризм, да, понятно, что какие-то организации функционируют через это приложение. Тем не менее, мы знаем, что за организации, нам показали эти переписки или нет. Почему мы не задумываемся о том, что правительство громко говорит о том, что он требует ключей от мессенджера, где мы передаем личную информацию, личные сообщения. Почему это не возмущает народ? То есть здесь уже не идет речь о каких-то организациях. Нам напрямую говорят, дайте нам все ключи. Но вот я не хочу, чтобы кто-то знал, о чем я переписывала со своими родителями. Вот вопрос конфиденциальности. Да, и почему нет. Где эта грань? Да, прошу. Ну, вот считаю, что история с Телеграмом как раз-таки выступает гарантом нашей безопасности, потому как это лучший проект, который был когда-либо реализован. Именно в чем заключается ситуация? Ситуация заключается в том, что в том числе Федеральная служба безопасности, другие профильные органы могут тихо договориться с Телеграмом. И Телеграм будет в такой роли жертвы, которая не отдала так и ключи с шифрования, победила сопротивление. Но при этом у России, у государства будет возможность выведывать самые такие секреты, затаенные, скажем так, и организации, которые будут писать в этом мессенджере, думая, что он анонимный и так далее. А если будет блокировка, то анонимность мессенджера повысится, качество контента уменьшится, количество, прошу прощения, уменьшится, но качество этого самого контента возрастет. Спасибо большое. Дополню. По поводу Телеграма, на самом деле, много слухов. И вообще, если мы знаем, как заходил Телеграм на рынок, то есть все заходило через эти какие-то сообщения, которые будоражили общественное мнение. На самом деле, тот же самый министр информатизации Никифоров, он постоянно пользуется этим Телеграмом. Мне это повезло. Я в порядка пяти группах состою с ним, то есть в одном, и он периодически в них отвечает. И даже на вопрос, будет ли... Группа Инополиса, наверное. Группа Инополиса, да, там порядка пяти групп. И мне кажется, то есть они все равно очень внимательно смотрят, а то, что сейчас происходит, это больше еще такая пиарская компания. Это вот мое мнение на этот счет. Коллеги, давайте... Да, последний вопрос, и мы будем завершать дискуссию. Меня зовут Павел Пчелин, я являюсь сотрудником Министерства дела молодежи и спорта. У меня вопрос как раз вот по киберспорту к вам, и, может, другие спикеры тоже смогут ответить. А вот как вот этих вот молодых ребят, которые называют себя кибератлетами, занимаются киберспортом, как их вытащить в реальный спорт, переманить, чтобы нормативы ГТО сдавали? Павел, ну... И нужно ли там, может быть, их переманивать, может быть, какими-то... У вас, может, предложения какие-то есть? Да, смотрите, я вообще не считаю, что этих людей нужно вытягивать туда. Ну, да, ну, они же в этом, то есть развиваются. То есть если они уже как бы на каком-то уровне спортсмены, то есть они же этим занимаются, то есть у них, ну, менталитет на этом построен, они в этом, то есть лучше. И просто говорить им, типа, нет, воздавательного надо вытаскивать оттуда, не заниматься таким спортом, занимайтесь таким спортом, это, наверное, было, мне кажется, неправильно. Вот дополнительно, дополнительно, как бы их призвать в армию, и чтобы они в армии еще свои таланты проявили, компьютерные, да, то есть какие-то айтишные. Это, да, это другой вопрос. Тут бы, ну, тут, наверное, надо, то есть надо этим задуматься. А просто, скажем так, запрещать им этим заниматься и говорить, нет, давайте занимайтесь обычным спортом, ну, это, конечно же, нет. Давайте краткий комментарий, и мы будем завершать раунд. Да, Аделя. Можно просто интегрировать две эти области. Не то, что интегрировать, а позволить им поделиться опытом друг с другом. Вот просто как бы. Поделиться опытом. Марат. Да, я хотел дополнить как раз Аделю. Сейчас очень развиваются в ярой технологии. Это дополненная реальность, виртуальная реальность, где люди уже двигаются, в принципе, какая-то физическая активность есть. Поэтому, возможно, нужно двигаться в этом направлении. Марш-бросок по VR можно, то есть совершить 10 километров на диване. Отличный вариант. И киберспорт будет развиваться так же, как и спорт, и придет к тому, что будут международные арены. И как бы нужно вкладываться в нынешних киберспортсменов Российской Федерации, чтобы они в будущем представляли Россию и тем самым повышали престиж нашей страны. Спасибо большое. Аплодисменты. На этом будем завершать раунд. И перейдем к самому волнительному моменту. Это этапе оценки наших спикеров. Итак, прошу вас, уважаемые эксперты, проголосовать первыми и оценить наших спикеров сегодня. За первой трибуной выступал Сальмышев Марата. Ваши оценки для Марата. 4-5, 5-4, 5-4. Спасибо большое. А за второй трибуной был Урматов Альберт. Ваши оценки для Альберта. 5-5, 5-5, 5-5, 5-5. Все пятерки. Спасибо. И за третьей трибуной была Мубарак Шинаделя. Ваши оценки для Аделии. 4-5, 5-5, 5-4. Спасибо большое. За четвертой трибуной завершал этот раунд Емали Динов Айнур. Ваши оценки для Айнура. 5-5, 5-5, 5-5, 4. Спасибо большое. Итак, уважаемый зал, зрители, у вас есть возможность повлиять на итоги голосования. Прошу вас оценить лайком или дизлайком выступления наших участников. Первая трибуна Сальмышев Марат. Голоса учтены. За второй трибуной выступал Урматов Альберт. Ваши голоса и оценки для Альберта. Благодарю. За третьей трибуной была Мубарак Шинааделя. И завершал этот раунд Емали Динов Айнур. Голоса учтены, пока идет подсчет голосов, пока мы суммируем. Ну что ж, есть возможность выдохнуть и поделиться эмоциями сегодняшней игры. Как оно было? Ведь вы прошли уже не одну площадку, а у кого две, у кого было три площадки, чтобы выйти сегодня на полуфинальную арену. Как она чувствует себя за полуфинальной трибуной? Прошу, Марат. Действительно, любая такая возможность, это улучшает тебя, это возможность получить некий опыт. Сегодня с мыслями шел, наверное, что Георгий Шамонович у меня опять будет стоять четверки. Думаю, как интересно завоевать его расположение к себе. Может подойти и спросить, что мне сделать, чтобы оценка была 5. А так, благодарю всех спикеров. Действительно, вообще участникам и организаторам политзавода это просто такой космический, мне кажется, организация, которая… Конечно же, сегодня с лозунгом «Поехали». Альберт, как оно, поехали в ораторское искусство? Спасибо. То есть, на самом деле, я когда шел в этот проект, то есть, у меня была такая проблема, то есть, мне было тяжело выступать на людях на публике. Я специально знал, что вот здесь будет такая возможность. Специально сюда пришел по сравнению с первым, с моим выступлением. То есть, я сейчас еще тренируюсь, там каждую неделю хожу на дебаты, учусь. И, на самом деле, сейчас уже волнительно, но все равно легче. Спасибо большое за возможность такую. Яна и уважаемые коллеги, которые организовывают, пришли судить. И, дай бог, мы будем развиваться в этом направлении. Аделя, что думаете сегодня? Хочется поблагодарить аудиторию, хочется поблагодарить члену жюри, моих коллег, спикеров за такую возможность. Вообще, политические бои прошли крайне быстро. Хочется еще так много сказать, а у нас уже полуфинов. Ну, надеемся, еще будет такая возможность, может быть, придете к нам на следующий год. Да, прошу, Айно. Хотелось бы отметить то, что чем дальше, тем интереснее и сложнее, на самом деле. И это является неким стимулом, чтобы дальше себя развивать, развивать себе компетенции в разных областях. Спасибо большое. Итак, мы подвели итоги и готовы их огласить. Сальмушев Марат набрал 21,6 балла. Аплодисменты Марату. Ямалединов Айнур набрал 23,3 балла. Аплодисменты. С отрывом всего лишь в две десятых. На втором месте Мубаракшина Аделя 23,5 балла. Ну и победитель сегодня, кого мы ждем на финальной площадке, это Урматов Альберт 24,9 балла. Благодарю вас, уважаемые спикеры, благодарю вас, уважаемые эксперты, за сегодняшнюю игру и наши зрители. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»